Вокруг КамАЗа ходит множество легенд и мифов о том, что у нас грязное и несовременное производство, о том, что у нас нет места для молодежи и нет возможности для развития, о том, что месяцами задерживают заработную плату и вообще работают одни неудачники, я как работник КамАЗа знаю, что это не так, и я вам сейчас это докажу. Зарплату задерживают на КамАЗе. Говорят, что там маленькая зарплата и там очень тяжело работать с такой зарплатой. Соотношение зарплаты труда очень сильно на разных уровнях, на мой взгляд. Некоторые есть задержки. Платят там мало. Людям приходится элементарно продавать вещи из дома. У нас задержек нет никаких. Точно срок выплачивают, потому что как бы сейчас и время такое с этим как бы строго. Сколько здесь проработал, ни разу не задерживали, даже на день, даже на полдня не задерживали. Зарплата у нас всегда в срок, то есть у нас зарплата разделена на две части. Это авансовая часть и основная часть, и они идут в конкретные даты, то есть никогда задержки никаких не было. Когда-то, возможно, такое было, но опять же на своем личном опыте могу сказать, что подобных проблем не было ни разу. Кто хорошо работает, тот хорошо зарабатывает. Тот, кто не работает, тому, конечно же, сплотить не будет. Уровень зарплаты пропорционально зависит от уровня твоей работы, то есть как себя покажешь, естественно, начальнику тоже обижать не будет. Если он видит то, что ты работаешь, он тебе и зарплату, естественно, соответственно платит. Скажу поговоркой, кто не работает, тот не ест. Соответственно, тот человек, который работает, получает достойную заработную плату. Это, я думаю, как и везде у нас, вообще в России, ну и вообще в мире, наверное. Просто они не хотят работать. Кто не работает, тому не платят. Если ты показываешь, что процентный результат, качественный, вовремя, как бы все делаешь, то зарплата, она на уровне. Если человек уходит куда-нибудь с КамАЗа на частное предприятие, но, как практика показывает, они все равно возвращаются сюда. Стабильный доход, стабильная зарплата. Рост зарплаты тоже есть. Мы недавно прошли обучение контролера АТК, поэтому нам немного подняли. Поэтому мы рады. Продолжение следует... Продолжение следует...